Меня зовут Виктория Козлова. Представляю направление бизнес-аналитики в компании BI-Consult. Со мной сегодня моя коллега Александра Смирнова. Со стороны более аналист. Сегодня с нами заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Дмитрий Гольцов, аналитик мегакопьютер Алексей Осипов, и Александр Алексеев представляет технический блог. И в рамках нашего вебинара он будет также нам подсказывать, отвечать на вопросы и поможет углубиться в некоторые моменты, если это будет необходимо. Кратко хочу сначала рассказать о компании BI-Consult, то есть почему вообще решили, что мы можем, имея право проводить вебинар. Мы на рынке с 2009 года и на протяжении всех 13 лет занимаемся тем, что внедряем в компании системы бизнес-аналитики. Имеем собственный учебный центр, обучили более 500 специалистов. Под внедрением мы понимаем в первую очередь написание технического задания, проектирование будущей системы, то есть как раз закладывается архитектура полностью, продумывается, как решение будет выглядеть. Если необходимо, то строим озеро данных, полноценное ДВХ-хранилище. И, соответственно, уже дальше идет техническая реализация. В нашей команде порядка 25-30 обученных разработчиков сертифицированы как на зарубежных, так и на отечественных BI-системах. Далее мы после технической реализации проводим обучение как конечных пользователей, так и команды разработки. То есть немножко про фазы проекта. То есть можем поговорить, что как раз мы и устанавливаем, помогаем в настройке программного обеспечения. Разрабатываем непосредственно сами приложения, то есть тот вид, который вы видите, и сопровождаем. Более подробная информация есть на нашем официальном сайте компании Data Finder. Здесь как раз информацию вы найдете о всех отечественных вендорах. Хочу сразу проговорить пару орг-моментов, которые у нас с вами будут. Если есть у вас какие-то вопросы, то просьба писать их не в чате, а во вкладке «Вопросы». Так мы точно увидим все вопросы и ничего не пропустим. Ответы на вопросы будут идти итеративно. То есть наш с вами вебинар будет построен блоками. Будет время как раз, чтобы ответить на вопросы. Все вопросы сегодня с нами как раз до этого Александра. Она смотрит, моделирует, чтобы ничего не упустить и ответит на самые важные. Также в процессе мы можем отвечать, отписываться на них в чате или в вопросе, где они были заданы. Есть ли они больше про системные требования, чтобы не уделять время, какой нужен браузер или какие-то нужны мощности. То есть такие вещи мы можем ответить вам в чате. Сегодня у нас с вами тест-драйв системы бизнес-аналитики Polyanalyst. Polyanalyst – это своего рода первооткрыватели, так как начинает нашу серию тест-драйвов. Как вы знаете, сегодня Polyanalyst, завтра у нас система Visiology и дальше по графику. На сайте DataFinder есть в разделе «Новости» актуальная информация, какие у нас с вами сейчас BI-системы идут тестированием. Когда говоришь BI, все сразу представляют красивые картинки, дашборды, но это лишь вершина айсберга. Ведь, как многие знают, интерфейс – это всего лишь 20% работы, а 80% кроется в построении архитектуры, настроить модель данных, провести валидацию. Что значит провести валидацию? Что код был написан на командой разработки, правильный. Потом, соответственно, обучить сотрудников, как самих тех же разработчиков, есть у вас на местах DevOps-администраторы, и также конечных пользователей, как правильно пользоваться системой. Цель нашего вебинара – это показать максимально весь процесс внедрения BI-системы. После вебинара у вас сложится понимание по архитектуре, архитектуре решения, алгоритму внедрения, какая команда нужна для внедрения, что вообще нужно сделать для того, чтобы внедрить в себя систему бизнес-аналитики «Поле аналиста». Как мы говорили, для эффективного внедрения необходимо техническое задание. Ранее вендр получил от нас некоторое техническое задание для конкурса, где было описано, что мы даем данные. Это три источника Excel с данными о сотрудниках и офисах. Это аксесс-база с информацией по клиентам, товарным категориям, поставкам для клиента и XML-файл. В техническом задании также были указаны, то есть, что это компания-дистрибуция, просто для примера была сделана необходимо сделать дашборд руководителя. И также было описано, то есть, а что хочет смотреть наш руководитель, какие вопросы он ставит перед собой для того, чтобы правильно анализировать свой бизнес. Предлагаю сразу уже перейти к основной части вебинара и передаю слово Дмитрию Гольцову. Так, коллеги, здравствуйте. Как хорошо меня слышно. Да, слышно. Отлично. Да, действительно, меня зовут Дмитрий Гольцов. Я заместитель директора компании Megaputer. Здесь, как было отмечено, присутствуют мои коллеги Алексей Осипов, наш аналитик, и Александр Алексеев, заместитель технического директора нашей компании. Перед тем, как я передам Алексею слово, и он начнет показ непосредственно нашего roadshow, решение нашего кейса, я хотел бы кратко познакомить вас с нашей компанией, а также в общих чертах обрисовать всю насыщенную палитру функционала системы Polyanalyst. Поэтому сейчас я проведу небольшую презентацию. Должен быть виден мой экран и презентация. Виктория, подтвердите, пожалуйста. Да, все видим. Отлично. Ну, давайте тогда приступим. Для начала про Megaputer. Наша компания вот уже 30 лет занимается работой по двум основным бизнес-направлениям. Первое – это внедрение и развитие наших собственных аналитических продуктов для излечения полезной информации из структурированных и текстовых данных. Флагманским нашим продуктом является система Polyanalyst. И второе направление – это разработка под заказ комплексных аналитических решений, связанных с анализом больших объемов данных. Команда наша включает более 100 разработчиков, два десятка лингвистов и аналитиков, среди которых целых 8 кандидатов наук. Мы уже осуществили более 100 внедрений в нашу систему и разработали более 200 аналитических решений для наших замечательных заказчиков. А теперь подробнее про сам Polyanalyst. Что же это такое? Так вот, Polyanalyst – это ноу-код система, которая не требует для работы с собой навыков программирования, то есть использовать ее могут как профессиональные аналитики, так и с тем же успехом, также высокоэффективно могут ее использовать и бизнес-пользователи. Аналитические сценарии, и вы это сегодня увидите, строятся в Polyanalyst путем соединения функциональных узлов. Каждый узел – это какая-то операция над данными, то есть имеются узлы для загрузки данных в систему или подключения к источнику данных, для преобразования данных, наконец, для визуализации. Имеются также и аналитические узлы, которые представляют из себя отдельный алгоритм машинного обучения или алгоритм работы с естественным языком, то есть технологии NLP. На слайде вот в левой части вы видите небольшой типовой сценарий анализа и примеры узлов. Polyanalyst встраивается в информационную инфраструктуру заказчика и может без какого-либо контроля со стороны пользователя самостоятельно обрабатывать данные и выдавать результат. То есть он может исполнять роль такого аналитического ядра для сервиса компании. И, конечно, стоит сказать, что Polyanalyst – это мощная система для интеллектуального анализа, поэтому в ней, конечно, имеется большое количество инструментов для построения моделей машинного обучения, обработки естественного языка. То есть Polyanalyst – это система для комплексного анализа и исследования данных, а не только бизнес-аналитика. Платформа наша основана на клиент-серверной архитектуре. Это обеспечивает ее работу как программного обеспечения корпоративного, enterprise уровня, что позволяет проводить совместную работу множества пользователей над одними аналитическими проектами и над одними аналитическими отчетами. Система осуществляет загрузку пользовательских данных в собственное хранилище, которое основано на нашей проприетарной нереализационной СУБД. Это позволяет ускорить обращение к данным по сравнению, например, с традиционными ALAB системами. И такое построение архитектуры максимально будет снижать, использование такой архитектуры будет максимально снижать нагрузку на транзакционные системы и хранилище данных, потому что не потребуется постоянное обращение к вашей базе данных. Для обеспечения безопасности связь между пользовательским клиентом, то есть рабочим местом аналитика и сервером, осуществляется в зашифрованном виде с ключом в шифрование. Авторизация в поле аналиста осуществляется в соответствии с правами пользователя и с применением многосложного пароля. Поддерживается LDP, аутентификация и Windows аутентификация. Про производительность нашей системы и возможность ее масштабирования у поле анализ поддерживается вертикальное масштабирование, то есть такое масштабирование, которое достигается за счет увеличения аппаратных ресурсов в пределах одного сервера, и также возможно горизонтальное масштабирование за счет добавления дополнительных вычислительных серверных узлов. Система может обрабатывать объемы данных, ограниченные в принципе только ресурсами физического сервера, заказчика, у которого система внедрена. Производительность отчетов такова, что вот при проведении определенного нагрузочного тестирования для данных объемов 2 гигабайта, включающих 3,5 миллиона строк и 43 колонки, веб-отчет нашей системы, состоящий из 11 виджетов, он демонстрировал 3,5 секунды реакции на фильтр. При этом сервер размещался не на каком-то высокопроизводительной машине, а в общем-то на обыкновенном офисном компьютере. Традиционно для реализации сложных аналитических проектов заказчику требуется использование множества разнопроизводительных и довольно слабо совместимых между собой систем, которые он устанавливает у себя и потом занимается долгим процессом интеграции между собой. Наша же система поли-аналист, она сквозная, в ней имеются все инструменты для полного цикла работы с данными, и при этом на всех этапах работы с данными, а этапов таких традиционно можно в общих чертах выделить 4. То есть для начала мы извлекаем данные из источника, далее идет обработка данных, и здесь важным преимуществом поли-аналиста является наличие ноу-код инструментов ETL, которые позволяют буквально неподготовленному пользователю без глубоких знаний SQL или, не дай бог, программирования самостоятельно проводить подготовку данных для дальнейшего построения отчета. Далее, соответственно, после процедуры ETL можно проводить интеллектуальные, высокоинтеллектуальные задачи, то есть строить модели машинного обучения, проводить текстовый анализ, классифицировать данные, кластеризовать их, исследовать их и выявлять некие тенденции. Ну и, наконец, на финальном этапе идет, собственно, наша основная сегодняшняя цель – это построение отчетности, визуализация данных и формирование пользовательских дэшбордов. Я бы очень хотел сказать то, что вот такие вот широкие функциональные возможности поле-аналист позволяют использовать нашу систему как вариант для, наверное, самой популярной сегодня процедуры импортозамещения. Система может замещать целый ряд иностранных продуктов, например, для процедуры ETL он может использоваться как альтернатива для таких систем, как Alteryx, Ablob Prep, Pentaha Cattle. Для разработки и применения моделей машинного обучения мы являемся альтернативой системы IBM SPSS Modeler, SAS Viya и RapidMiner. Для интеллектуального текстового анализа это SAS Text Analytics, NIME и IBM Watson. Причем стоит сказать без ложной скромности, что, в общем-то, в анализе текстовых данных на русском языке мы все эти системы во многом превосходим. Ну и, наконец, для бизнес-аналитики поле аналиста, конечно, является заменой для таких систем, как Click, Tableau, Power BI. Все эти системы прекрасные, я думаю, вам все знакомы. Кратко-кратко, буквально, по этапам работы. Когда задается вопрос, с какими источниками данных работает система, мы говорим, что буквально со всеми. Это и файлы 50 различных форматов, и подключение к базам данных, подключение к распределенным хранилищам, возможно, даже партсинг интернет-сайтов, агрегаторов и прочее, прочее, прочее. Даже есть у нас встроенный в систему собственный модуль для оптического распознавания символов для OCR. Это такой аналог системы ABBI Fine Reader. По подготовке данных поле анализ позволяет работать одновременно с тысячами таблиц в миллионы строк. Можно их агрегировать, можно объединять, сравнивать. Можно работать с отдельными колонками и строками, обогащать данные, модифицировать колонки, как-то проводить фильтрацию, дедубликацию. И все это, опять-таки скажу, делается без всякого программирования, без каких-либо-то SQL-запросов в простом графическом интерфейсе. Как я уже говорил, система позволяет проводить процедуры машинного обучения, готовить модели машинного обучения. У нас из коробки доступно более 30 алгоритмов. Такие алгоритмы, как, конечно, нейронные сети, деревья решений, классический байсовский классификатор, метод опорных векторов и многие-многие прочие. Также возможно использовать собственные алгоритмы и модели, разработанные на языках Python и R. По текстовому анализу мы можем анализировать текстовые данные на 16 языках. Какие методы анализа можно применять? Можно, конечно, извлекать информацию, извлекать ключевые слова из текстовых данных, какие-то объекты, это сущности, факты. Можно анализировать отношения и тональности, то есть эмоциональную окраску текстов. Конечно, возможно, классифицировать тексты, кластеризовать их, строить собственные таксономии. По отчетности, это то, чему будет дальше посвящен весь наш, собственно, разговор. Система наша включает более 20 собственных разновидностей визуализации данных, графики, диаграммы, гистограммы, многомерные таблицы, алавкубы, географические и тепловые карты. Целый набор визуализаций доступны прямо из коробки. Далее, соответственно, из этих выбранных и настроенных визуализаций можно строить необходимый интерактивный веб-отчет, такую детализированную смесь из графиков, таблиц, чисел, текстов, картинок, логотипов. Построенные отчеты можно запланировать на обновление в какой-то период времени, в какое-то необходимое время, чтобы предоставить нашему пользователю наиболее актуальные результаты анализа и наиболее актуальные данные в отчетах. Отчет можно скачивать в удобном электронном формате, открывать или, наоборот, ограничивать доступ к нему для сотрудников или для целых групп сотрудников. Отчеты, естественно, доступны в любом веб-браузере, совершенно не требуется устанавливать какое-то дополнительное ПО, чтобы их просматривать. И последнее, что хотел сказать, что работа в нашей системе, и вы это увидите далее, проводится в трех основных пользовательских компонентах. Это аналитический клиент, то есть рабочее место аналитика, где проводится подключение к источнику данных, загрузка данных, манипуляция над загруженными данными, а также формируются графические визуализации. Следующий компонент – это конструктор непосредственно отчетов, то есть модуль, где мы формируем из подготовленных в аналитическом клиенте данных и визуализаций сам дэшборд, сам аналитический веб-отчет. Ну и компонент просмотра – мы его называем на самом деле довольно условно компонентом. Это никакой не компонент, это просто доступ к отчету, где бизнес-пользователь может просматривать наш подготовленный дэшборд, взаимодействовать с ними, взаимодействовать с визуализациями, строить какие-то срезы, отфильтровывать данные и выгружать их. На этом, мои коллеги, доклад и презентация закончены. Наверное, я передам слово коллегам из Bioconsult и далее Алексей Осипов непосредственно уже перейдет к показу нашего рот-шоу, нашего кейса. Спасибо большое. Да, спасибо большое, Дмитрий. Отличная презентация. Из вопросов у нас, из неотвеченных, остался только вопрос от Дмитрия Дубровина. Звучит коротко – и китайский. Ну, вероятно, здесь идет речь о поддерживаемых языках, про мультиязычную систему. Да, и китайский, и даже два китайских. Насколько я помню, там традиционный китайский и… вот не вспомню еще один, как называется, к сожалению. Может быть, не подскажут коллеги. Так что, да, и китайский, и даже корейский – 11 европейских и 5 азиатских языков. Китайский – там два варианта – simplified и второй называется traditional. Да, упрощенный традиционный. Сразу, наверное, попрошу участников вебинара, напомню, да, в начале Виктория уже об этом сказала, чтобы мы случайно не пропустили ваши вопросы и на них было комфортнее отвечать, да, в режиме онлайн, там не останавливаться для этого, если мы можем ответить вам, условно говоря, руками. Есть отдельный блок наверху, кроме самого чата, есть блок «Вопросы». И там, собственно, мы будем видеть ваши вопросы, сможем отмечать, что мы на них ответили, и вам там комфортнее будет их найти, скажем так. Вот, в принципе, пока больше вопросов по данному блоку нету, там, к ценам лицензии и всему прочему, стоимости, я думаю, мы вернемся позже, уже ближе к концу нашего вебинара. А пока давайте продолжим, да, передаю слово Алексею. Добрый день. Меня зовут Алексей, как меня уже представили, являюсь аналитиком на компьютер. Сейчас мы начнем с самого начала. Мы создадим проект. Давайте его назовем «Бромова». Зайдем в проект и начнем импортировать данные. Как уже было озвучено, у нас есть три типа источников данных. Это Microsoft Access, Excel и XML. Начнем с Access. Притаскиваем узел, заходим в его настройки. Нам нужно выбрать базу данных. Ее выбираем. У нас появляются таблицы, какие мы можем импортировать. Выберем таблицу «Заказы». Также в этом зале мы настроим колонки. Их переменуем, чтобы было понятно, что есть что. Из перевозки. И выполняем. Таким образом у нас импортируется одна таблица. И таблица я импортировать при вас наглядно не буду. Я просто уже скопирую готовые узлы. Импорт производится таким же образом. Просто выбирается таблица, настраивается. И данные готовы к использованию. Сейчас будем импортировать данные из Excel. Импортировать просто вот так. Перетащить данные в проект. И он уже определится с типом и так далее. Зайдем в настройки. У нас Excel содержит две таблицы. Эта таблица содержит информацию по самому. Если переключим рабочую область, то мы видим информацию об офисе. Давайте настроим первую таблицу. Также применим. Мы можем только поменять эти типы. Мы видим, что ID работника – это у нас целое число. Можем изменить тип. И потом колонки. Имеем тип ID руководителя тоже на целое число. Выполнили. 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 Также скопируем импортировать вторую таблицу с персоналом. Выполнили его. И у нас останется тип XML. Также перетаскиваю сюда. В настройки. Мы видим, что у нас есть пустые колонки. И мы их можем удалить, просто убрав галочку. Я стал скромнить, посадить поломки. У нас есть пустые колонки. Я запускаю на целое число. Прием настройки на клипы. Наそれzera. все данные мы импортировали осталось на убедиться данные дети мы будем с помощью зла объединения соединим узлы или наглядности я удалю первый узел чтобы показать где не происходит перетаскиваем убираем узел объединения вид слева наступит справа заходим в настройки ключ у нас будет являться автоматически то что у нас есть одинаковое название колонок можем настроить вручную по нашему желанию убираем внешние левые выбираем колонки включаем дополнительный фильтр колонок то есть мы чтобы мы используем все колонки кроме выбранных это достаточно удобно если поменяются данные в таблицах нам не надо будет настраивать все узлы объединения добавлять новые колонки и у нас будет все же готово просто добавь в колонку все у нас объединение готово мы импортировали объединили данные у нас получается вот такая таблица со всеми необходимыми нам данными сейчас нам понадобится произвести небольшие вычисления это будем делать возле образованной колонки переходим настройки здесь мы почитаем выручку появляется после формы то есть мы его умножаем количество товаров на цену единицы вычитаем скидку скидку в денежных единицах само название колонки говорит сама себя тут мы просто сколько является скидку в денежных единицах здесь мы почитаем прибыль из выручки вычитаем всем стоимость единицы просто из дата заказа лекарем год с помощью функции ер последняя колонка скидка в процентах просто скидку приводим в процентное соотношение умножение минус то выполняем давайте я сгруппирую все это чтобы не занимал как много места приименную импорт и объединение вопросами задание было пять основных вопросов мы это разделили на основной блок и также 13 дополнительных вопросов дополнительные вопросы мы разделили на 4 блока первым блоку относится вопросы которых как связан заказчиками второй блок связан с менеджерами 30 товарами и 4 поставщиками если есть какие-то вопросы по объединению можете задать сейчас я немножко скопирую нотации как особо на время можете задать интересующие вас вопросы так давайте да отлично что перешли все таки мы сейчас в блок вопросов здесь осталось буквально несколько неотвеченных давайте может быть сразу сейчас их задам дмитрий г интересуется из доклада в итоге отчетный просмотр что с активными фильтрами то есть это только просмотр без анализа давайте я попробую отвечать я думаю что здесь речь идет как раз интерактивном отчете и я думаю что в ходе дальнейшей презентации как раз будет рассмотрено создание интерактивного отчета и я думаю этот вопрос будет просто освещена в ходе дальнейшего показа сегодняшней презентации так хорошо также вопрос от участника дмитрия г есть ли эквивалентное выполнение в программном коде или все только визуально у нас основная идея системы здесь заключается в том что мы ориентируем систему в том числе и на неподготовленных пользователей и им проще работать визуально но rest API у нас тоже есть вот но там набор операций которые можно ограничить выполнять через rest API он ограничен но такая возможность есть так тоже по блоку настройки данных алексей ефремов спрашивает взять обязательно все клеить в одну плоскую таблицу или можно оперировать моделью данных модели данных у нас таком понимании нету но можно работать с разными таблицами просто конкретное данное решение которое мы сегодня демонстрируем оно как бы необходимо объединение данных для того чтобы получить ответы на те вопросы которые были в техническом задании вот в общем случае это не является необходимостью можно работать с независимыми таблицами сергей карпов спрашивает подключение к лапку бам поддерживается у нас есть собственные лапку бы вот можно делать подключение каким-то другим системам ну если мы имеем ввиду SQL который там есть в лапку бах как бы то можно выполнять SQL запросы для доступа к этим данным вот но поле аналиста все равно утащит начале к себе всем так игорь трасько спрашивает то есть можно собирать данные из разных источников для отображения на дашбордах да разумеется это можно делать и это как раз то чем мы гордимся то что у нас очень много источников алексей да можешь показать вот собственно много вариантов ну и собственно даже сегодня в демонстрации мы видим что у нас есть данные в базе данных microsoft access у нас есть данные в формате excel виде отдельного файла и у нас есть данные в виде формата xml и мы их все объединили и в принципе часть уже была как бы продемонстрирована следующий сразу вопрос от этого же участника то есть весь объем данных затаскивается в вашу внутреннюю базу данных если исходных а и спрашивает а если исходных данных много ну тут вопрос как бы хранилище на жестком диске сколько у вас объем вы можете сделать вот ну это не проблема самой системы это проблема места на жестком диске сколько вы готовы предоставить ну можно допустим подключать компьютеру и внешне хранилище до сетевые как бы здесь наше время как бы таких проблем с объемом данных мне кажется нету олег не я ни в коем случае не пропустила ваш вопрос пользователь олег просто задал вопрос по функциям а я хотела как раз компоновать вопрос касающиеся подключения к данным да вопрос от пользователя олега он просит показать функции какие есть потому что собственно алексей выставлял уже готовые формулы и непонятно насколько интуитивно легко будет вводить их вручную вопрос касается вычисляемых колонок интересует подсказка help example по каждой функции как например в power bi функции можно смотреть у нас есть один раздел тут все описано также есть подсказка оглавление руководства то есть тут можно интересующую вас функцию забить и по другому функционалу и всю интересующую информацию получить также как вы видите help доступен описание функций аргументов примеры использования все доступно прямо при написании функций очень большое количество они разбиты на несколько категорий здесь есть функции для работы со строковыми данными с датами с естественно математические функции для работы с текстовыми данными очень широкий набор функций то есть практически любое преобразование вычисления можно конечно вот составить и провести с помощью нашего языка преобразования данных с радио так вопрос от александра дубина про затаскивание в свою базу а если в другой системе уже предподготовлены максимально плоские витрины они все равно будут скопированы во внутреннюю базу данных поле аналиста если там подготовлена какая-то таблица для дальнейшего отображения если мы говорим про adbc допустим да и про баз данных которые вот через adbc работает то мы можем выполнять собственно запрос и получать данные только из этой таблицы не обязательно затаскивать всю базу данных себе целиком вот и точно так же мы можем делать собственно выполнять SQL запросы и тоже затаскивать не все данные только непосредственно то что необходимо для отображения вот но тут надо понимать что тогда у нас теряется возможность так называемого drill down или детализации то есть когда вы получите результат очень часто вы захотите посмотреть собственно сами сырые данные на которых этот результат был получен и если у вас какая-то таблица сводная то такой функционал как бы не получится организовать так вопрос от а еще был вопрос от того же пользователя касательно того почему здесь данные по зарубежным странам да это исключительно для демо это хоть мы говорим о российских до пользователях российского внедрения это просто такое демо просто такие данные были уже готовы чтобы не готовить новую условно говоря какую-то как это слово забыла но в общем новые данные да на российских странах там городах и странах регионах соответственно взяли просто старые данные поэтому но на это сильно не обращайте внимание так еще в чате я увидела тут все-таки есть какая-то часть вопросов вопроса дмитрия дубровина как соединились другие таблицы без указания идентификаторов там дефеката уже были настроены еще провалюсь я уже скопировал с другого узла чтобы не тратить время то есть они скопировать тут же все преднастроены типы мнения в колонки какие чтобы не тратить не вашими свое время я скопировал уже готова узла так давайте последний буквально пару вопросов и продолжим дата как-то у нас затянулся блок вопросов ответов работа впереди большая да 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 можно ли редактировать esql запрос спрашивает андрей юдин при объединении esql запрос редактировать нельзя потому что это уже не запрос в базе данных это внутренняя часть при первоначальной загрузке данных можно редактировать esql запрос и писать их руками можно загружать однотипные файлы из папки да разумеется такая возможность есть причем как вариант еще возможность загружать разнотипные файлы из папки но тогда уже сценарий анализа строится по другим подходом которые на сегодня у нас нет на них времени чтобы как бы изучать мы последний вопрос там был можно сделать один набор данных с таблицами вычисляемыми талонками мерами использовать его в разных группах отчетов да можно но скорее всего будет более правильно экспортировать в разные отчеты чтобы они были независимы друг от друга это дает больше спасибо большое за лирическое отступление до остановки на вопросы давайте продолжим с нашим roadshow возвращаемся к алексею давайте я вам расскажу немного информацию о узлах которые будут использоваться агрегированный график это позволяет создавать разные диаграммы которые могут быть разных типов круглые диаграммы и так далее производные колонки вы уже видели он генерирует тот же мотив данных и создает дополнительные колонки по определенным условиям агрегирование происходит агрегация по разным условиям сумма максимум минимум и так далее и тому подобное филитрация срок выполняет функцию фильтрацию строк модификации колонок имеет достойно обширный функционал он преобразует текущую таблицу можно менять тип можно переменовывать колонки может нет порядок колонок также можно делать филитрацию развертка транзакции это используется готовка данных канале с помощью одного из алгоритмов он получается развертывает таблицу и аналогия с транзакции есть обратная функция это сверх транзакции которые наоборот сворачивают кондиционация это похожий тип объединения только он объединяет таблицы не горизонтально а вертикально объединение как раз объединяет таблицы горизонтально давайте перейдем к вопросам основного блока их всего пять первый вопрос в числе шумцем какие продажи компании за призвольный период с начала года этот на этот вопрос достаточно легко ответить об отчете с помощью статиджета в котором мы познакомимся при создании отчета со вторым вопросом насколько прибыли компании за призвольный период с начала года тоже решается помощью статиджета третий вопрос идет ли рост компании по сравнению с прошлыми периодами это уже достаточно для этого нам подрать понадобится дополнительное редактирование данных оставаться из этого создадим ссылки для каждого блока скопируем из этих данных мы отфильтруем строки настройки данные за текущий за прошлый год чтобы сравнивать с прошлым так как идет ли рост компании по сравнению с прошлым периодами за день ночью настройку то есть мы чтобы год у нас был больше или равен максимальному году и минус 1 в нашем случае максимальный год будет 2007 году мы читаем 1 и в нашей таблице будут данные только за 2006 и 2007 год давайте зайдем в саму таблицу и убедимся в этом идем в статистику найдем год видим что у нас минимум 2006 и максимум 2007 два уникальных значения из этих данных мы уже можем строить графики для идет ответ на вопрос идет ли рост компании но я хочу объединить 4 3 вопрос выполнять ли компании план по продажам прибыль на конкретную дату с начала года для этого нам понадобится еще дополнительные данные по планам продаж но на и данный у нас выясняющим образом то есть у нас одесса сотрудник и окажут сотрудника план на каждый отдельный год давайте немного приму работники сделала целым числом сейчас нам понадобится развертка транзакции точнее сверк транзакции настройки выбираем все года имя новой колонки у нас будет год имя колонки значениями план денежных единиц у нас планы приняли следующий вид для каждого работника для каждого года у нас отделенная строка далее нам понадобится узел агрегирования чтобы почитать какой план на каждый год для этого ключ агрегирования будет у нас год план в день двух единицах агрегация нам нужна сумма выполняем все у нас есть планы за каждый год мы хотим строить отчет универсальным если условно у нас появится новых данных за 2008 год чтобы надо было нас перенастраивать скрипт для этого мы найдем максимальный год отсюда с помощью зла агрегирования объединим на таким образом мы нашли максимальный год год макс 2007 мая если вы обратите внимание у нас данные колонки определить тип много разных у нас тут год строка в данном случае у нас год целое число для их объединения нам придется поменять данных как не на целое число теперь мы можем объединить эти данные здесь мы можем объединить без ключа нам нужно внешнее левое объединение выбор колонки будем использовать все колонки кроме выбранных у нас получилась такая таблица чтобы найти максимальный год у нас должен быть год равен максимальным году соответственно у нас будет план продаж за текущий год это сделан помощью фильтрации строк идем в настройку вот равен был максимальным году и мы нашли иском необходимы нам данные объединяем эти данные объединяем эти данные настройку здесь можем объединять по ключу год так как у нас данные по двум годам я не буду объединить просто сделаем внешнее левое объединение берем колонки которые нам не нужны это год выполняем у нас получилось следующее данное в последней колонке у нас появился план мы можем начать строить графики зададим ген график и настройки график у нас будет в линии пульсикс у нас будет дата заказа также в настройки зайдем чтобы была группировка по кварталу и показать пустые интервалы во времени вдруг у нас не будет продаж в эти промежутки но чтобы это отображалось на графике по оси Y у нас будет вручка кумулятивную сумму это очень наглядно будет очень наглядно для сравнения с прошлым годом и погода то есть мы можем уже на этой графике видеть что у нас продажи упали немножко то есть у нас март и февраль соответственно и в этот график нам будет необходимо как мы планировали добавить дополнительный график это план все график у нас готов немного исправим визуал уберу сразу интервалы настрою легенду чтобы показывать легенду второго графика уберем везде заголовки формат формат у меня просто мы можем видеть цвет поменять шрифта у меня стиль в прошлый год сделан более темным более светлым план сделаем красным чтобы можно было не обращать внимание здесь у нас берем заголовки оси метки оси мы берем верхнюю также тут берем заголовки оси метки оси нам необходимо будет общая ось прибыль так похоже я немножко настройках формулы немного изменил вроде все нормально сейчас вернемся к настройкам у нас получается крючка немножко ниже это по прибыли у нас графика будет строиться и соответственно мы можем видеть нам это все настроиться в общую ось то чтобы если убирать общую ось то данные будут немного недостоверны так дополнительную метку убираем все у нас таблица готова скопить вот график я на ручку выберем план введем вид все у нас график готов также нам понадобятся графики для каждого месяца скопируйте два графика они будут у нас разбиты для каждого месяца зайдем то есть у нас будет не к мультимусу а просто самая графика у нас будет с топцией и конечно план надо убрать и график достаточно глянный то есть мы можем видеть в каких месяцах у нас была просадка в сравнении с прошлым годом визуальный стиль поменяем все график у нас готов здесь сделаем то же самое выберем просто сумму стиль зоны у нас графика готова немножко кнопки выручка здесь приблик и других областей виртуаль и и этой регенерации есть и Здесь у нас просто вручка по обычной сумме. Получается, мы ответили на третий и четвертый вопрос. Но у четвертого вопроса есть небольшая пометка в процентном соотношении. В процентном соотношении у нас это никак не отображается. Для этого сперва нам понадобится информация. За текущий год. То есть нам понадобится фильтрация строк. В настройках мы просто находим, чтобы год был максимальным годом. Давайте перейдем сюда. Ну, это почему? Значит, необходимо перейдем. Дальше мы объединим данные с планом продаж. Объединение. Дальше слева. Дальше справа. Причем у нас будет год. Можно было автоматически сделать. Дальше мы объединяем дебо. Но нет необходимости в планах в этой таблице с колонкой год. То есть у нас есть прибыль и план 2007 год. Осталось вычислить это все. А то я сделаю с помощью позорных колонок. На сроке. На сроке. На сроке. Там где нужно поднимется. У нас тут прибыль. Проверяем синтекс. Проверяем ее. Я так понял, у нас балкон. Точки не было. Выполняем. Все. У нас данные подготовлены для отчета. Осталось их добавить. Нам нужны эти графики. Добавляем вот этот отчет. Это добавить отчет. Это. И вот это. Добавим отчет. Переходим на редактор отчета. И можем перетаскивать необходимый элемент, который мы добавили. Давайте справа добавим график. Создадим вкладку. Во вкладку добавим прибыль. Затем добавим этот график ниже. Также включим вкладку. Также нам понадобится отчета. За текущий год. Сходи сюда. Один сюда. Сюда. Общерный виджет нам нужен будет вот отсюда. Уменьшим эти. К нему более приятный вид. Сейчас перейдем к настройкам StartVidget. Зайдем в настройки. У нас здесь будет отображаться прибыль. Отпишем прибыль. Нам нужен год. Максим. Прибыль. Сюда. Минув. Тебе. Тебе. Общерный виджета. Тебе. Тебе. Отошко. Тебе. Тебе. Победжет. Тебе. поменяем цвет черный и переменную выделим более красиво затем у нас тут будет скидка отображаться год максимум среднем ввиду приведем здесь у нас будет отображаться продажа информация о продаже то есть нам нужен максимум получается нам нужна ручка ее сумма количество одних товаров делаем в ручку и количество товаров зелененькими все данные готовы здесь у нас будет достаточно объемный стат виджет здесь информация о датах для какой период это статей виджет информации о показе данных дата заказа минимум дата заказа максимум даже компания средняя не средняя сумма нижних лиц товаров на скидке И сколько скидок соответствует денежных элементов. Осталась прибыль. Побольше дату сделаем голубенькими, чтобы было понятно, что это не данные. Быстрее. В принципе, у нас данные почти готовы. Нам нужно импортировать диапазонный фильтр, который будет фильтровать данные по дате. Также надо отобразить, насколько выполнен план у нас в процентном соотношении, которое мы вычисляли последним образом. Давайте я ставлю шоколу сюда. Все, даю его настройки. Накинем на горизонтальные. Так, пусть подключаем. Подплан. Подплан. Взял немного изменений. Синьки сделаем. Перезонтальные. Все, отлично. Осталось настроить связи. То есть, мы будем настроить, какой элемент может на что влиять. В данном случае у нас будет фильтр дата заказа, который будет фильтровать данный Start Widget. В принципе, все у нас готово. Можем публиковать отчет. И будем проверять, ответили мы на наши вопросы или нет. Основной вопрос. Какие продажи компании за произвольный период с начала года? За произвольный период у нас будет обращаться здесь. Выбираем необходимую дату за произвольный. С 2005 года, с 1 ноября. То есть, у нас данные с этого промежутка времени. Нас интересовали продажи компании. То есть, продажа компании у нас описана здесь. То есть, столько у нас в 90 единицах и в штуках. А за текущий год у нас продажи можно изучить здесь. Следующий вопрос. Насколько прибыль на компании за произвольный период с начала года? Прибыль за 2007 год. С начала года у нас здесь. И за произвольный период можем посмотреть здесь. Идет ли рост компании по сравнению с прошлыми периодами? Рост компании у нас выведены на 4 графика. Можно сравнение здесь. По прибыли, по вручке, по месяцам. Выполняет ли компания планы по продажам и прибыли на конкретную дату с начала года в процентах? Мы видим, что план на текущий момент еще не выполнен. И в процентном соотношении у нас 72% от плана. И последний вопрос. Какая средняя скидка по товарам на конкретную дату, то есть с начала года? Средняя скидка на произвольный период времени можно посмотреть здесь. И с начала года можно посмотреть здесь. Таким образом, мы ответили на поставленные 5 вопросов. И можно приступить к подготовке данных для остальных блоков. Если есть какие-то вопросы, можете задавать. Очень было много вопросов на тему. Здесь, конечно, Александр поотвечал на них. Но, наверное, я бы попросила прокомментировать чуть, может быть, подробнее. Было много вопросов про условное форматирование касательно каждого элемента. Там и столбиков, и линий, и ячеек, и таблиц, и колонок. В общем, в принципе, про условное форматирование. Где оно доступно, в каких виджетах, какие есть ограничения. И так далее. Расскажи, пожалуйста. Да, давайте. Леша, открой, пожалуйста, в группу визуализация. Значит, смотрите. В агрегированном графике пока, к сожалению, условного форматирования нет. На диаграмме рассеяния есть возможность задать отдельную колонку для цвета. И, значит, там есть возможность задать градиентную раскраску. На иерархической диаграмме есть возможность задать градиентные раскраски. На карте есть несколько режимов настройки цветов отдельных элементов. Факт по значению. Там есть возможность по абсолютной шкале, по относительной шкале. В общем, там достаточно гибкая настройка. Так, где еще есть? Есть возможность настройки в облаке тегов. Можно настраивать цвет текста тоже по градиентной шкале. Такая же вещь есть в пузырьковой диаграмме. И в АЛАП-таблице можно писать уже более сложные, продвинутые формулы. Ну, не формулы, а там несколько условий, которые применяются на разных уровнях. Значит, АЛАП-кубов для раскраски ячеек АЛАП-куба. Также в самой таблице есть возможность настройки цветов. Для отображения можно применять либо к фону ячейки, либо к цвету текста. Ну, и также был вопрос с управлением стилей текста. При табличном просмотре мы можем настроить шрифт, его стили, и также можем настроить там форматирование, строковое форматирование. То есть, например, мы можем сказать, что мы хотим там видеть только месяц и год, и не хотим, допустим, видеть число. То есть там такие широкие настройки для этих целей. Также было очень много вопросов, где можно взять демо-версию этого продукта. Я в общем чате написал. Предлагаю вам отправить запрос на почту гольцов-собачка-мегапьютер.ру и в теме письма, пожалуйста, отметьте демо BI-консалт или круг Громова, что-нибудь из этого, чтобы мы поняли, что вы как бы были на этой презентации и запрашиваете демо-версию продукта. Еще один вопрос. Мне показалось все очень интересным, но как-то немножко его как будто бы опустили. Анастасия Бутова интересовалась по поводу палитры цветов. В частности, можно ли выбрать прозрачный цвет и есть ли возможность задавать цвета формулой? Цвета формулы – это, опять же, фактически про условное форматирование, а пока такой возможности нет. Но мы над этим вещами как раз работаем. В текстовых карточках и графиках пока не везде. В текстовых карточках нет цветового тоже форматирования. Но там есть специальный контрол. Как раз его Алексей использовал. Шкала. И на шкале можно задавать цвета, можно там настраивать диапазоны для задачи цветов. Палитры у нас, в принципе, есть. Можно выбирать различные палитры. Но прозрачного цвета в графиках его нет. Потому что прозрачный столбик рисовать или там прозрачную линию мы такой необходимости пока не имеем. Еще пользователь Александр Губина где-то в начале демонстрации сейчас еще раз задает этот вопрос по поводу «Смутило разделитель запятая в указании года». То есть у нас там идет 2,006, 2,007. То есть сходу как будто бы не очевидно, что это 2006-2007 год. Можно выбирать? Да, потому что там тип данных просто целое число и запятая это разделитель тысяч. Это можно поправить. Для этого нужно зайти как раз в настройки колонки, где у нас выбирается год, и поменять там формат года. Демонстрируете ли они что-то? Да я думаю, в целом, да. А, имеется в виду, давайте покажем, да. Ну там недолго. Заодно посмотрим, где... Вот здесь мы выбираем колонку, и, собственно, разделитель тысячных нам надо убрать. После этого мы, что-то, запятая исчезла, но там пробел... Да, да, да. Я предлагаю убрать вообще. Ну да, для года лучше, да. Более понятный формат. Так, ровко. Просто стереть и нажать Enter. Да, все, отлично. И автоматом везде, где эта колонка используется дальше, у нее теперь вот это форматирование сохранится, то есть ее не надо будет перетаскивать, через... Ну, вот в каждом узле настраивать. И давайте последний вопрос задам. Так вот устно, на остальные ответим, я думаю, письменно. Можно ли задать кнопку, которая будет переключать прибыль, выручка, без закладок? Такой переключатель показателя, чтобы пересчитывались все виджеты. Ну, можно сделать переключатель между отдельными страницами отчета, между отдельными визуализациями. Ну, фактически, как бы, закладки являются такими кнопками с нашей точки зрения. Пока мы не рассматривали такую возможность, но, может быть, она нам покажется интересной, может быть, мы когда-нибудь ее реализуем. Все, я думаю, можно пока продолжить, потом сделаем еще один перерыв на вопрос-ответы. Сейчас переходим к дополнительным вопросам. У нас переди плос заказчики. То есть, первый вопрос звучит следующим образом, какие заказчики нам более прибыльны в товарной категории женской области США? Второй вопрос звучит, какие 20% заказчиков приносят 80 прибыли компаний в Бразилии? Первый-вторый вопрос мы решили объединить. Для этого мы созидим узел агрегирования. Настройки. Включи агрегации у нас будет заказчик. Агрегируемые колонки у нас будет прибыль. Агрегация у нас будет по сумме. Я скопирую все эти узлы. Мне понадобится 4 таких узла. Зачем мне это все нужно? У меня здесь в прошлом была только агрегация по названию компании. Но сейчас мы будем агрегировать не только по названию компании, но также по категории товара. То есть, мы будем подсчитывать каждую прибыль для каждой категории товара для каждой компании. Здесь у нас подсчитывается на названии компании категории товаров. Здесь у нас будет по стране заказчика. Подсчитывается. А тут у нас будет подсчитываться по стране заказчика и категории товара. Если вы заметите, то тут у нас получились две строки. Это у нас для каждого названия компании заказчика своя прибыль. Сколько он приносит. Здесь у нас получится красная обувь. И для каждой категории товаров какая прибыль. И тут по стране заказчика. А тут получается в каждой стране по какой категории у каждого заказчика какая прибыль. Здесь дальше мы произведем специальные вычисления в изводной колонке. Процесс отношений. Сколько соответствует прибыль? Процесс отношений от общей прибыли. То есть мы суммируем все колонки прибыль. Также, так как у нас первой было про на заказчике, укажем, что это информация по всем странам. Также по категории товара укажем, что это все категории. Сюда вполне скопируем этот узел. Немножко применяют название. Такое название. У нас было агрегирование по категории товаров, следовательно, нам в колонке категории товаров будет необходимости. И прибыль в процентах у нас поменяется много формул. Мы здесь добавим, чтобы у нас суммировалось по ключу категории товара. То есть у нас будет суммироваться соответствующим ключом категории товара. как у нас выполнялась сегрегация. Здесь мы сделаем то же самое только со стороны заказчика. Удалим эту колонку и кучу страна заказчика. В последнем узле мы ударим страну заказчика категорию товара. Прибыль для с ключом страна заказчика категории товара. Выполняем. Далее все это объединим с помощью узла конкретно нация. Все сам автоматически подтянет. Ничего дополнительно скрывать не надо. Снова таблица справа. Еще один узел. Слева и таблица справа. Давайте посмотрим какие данные у нас получились. То есть у нас есть название компании заказчика ее прибыль процентная прибыль и получается по какой стране то есть по всем странам и по всем категориям если мы чуть ниже пристаем то увидим что красную обувь ее прибыль по всем странам в категории детской одежды. И так по каждой категории и по каждой стране. получается мы ответили на первый и второй вопрос. Теперь и остался третий вопрос. Какие страны наиболее перспективны? Мы посчитали что можно считать перспективным страну сравнив ее продажи с в прошлом годом. Для этого мы создадим ссылку от текущего прошлого года то есть информация о продаже за текущий прошлый год. Потом мы создадим узел агрегирования. Включи агрегацию у нас будет год. Потом страна заказчика. Агрегируем аккаунт. Агрегация у нас будет по сумме. Выполняем. Затем у нас будет зоны колонки. настройки. Здесь у нас мы применяем на год. Это как уже говорил здесь мы убираем можно убрать запятую с помощью такого узла. То есть у нас год становится беззапятой. Затем нам становится разверт транзакций. Настройки. Один покупатель у нас будет страна заказчика. Выручка у нас будет значение. Один товар у нас год не добавлять никому другим распределением. Все. У нас узел успешно выполнился. Посмотрим как это выглядит. То есть мы у нас есть за каждый год по Польше по Португалии Англии с другим странам. Какие у них продажи за 2006 и 2007 год. Затем нам появляются производные колонки и настройки. Здесь мы почитаем разницу. У нас будет разница по модулям между 2007 и 2006 годом. статус продаж. То есть если у нас продаж в 2007 больше чем в 2006 то у нас идет рост. Если наоборот то падение минимум с двух годов. Здесь мы находим по продажам 2007 или 2006 встаем анкликированный график. Делаем горизонтально. График у нас в столбце. 8x у нас будет страна заказчика. у нас будет минимум из двух годов. И еще нам также понадобится праздник. Вот такие. И разбиение у нас будет по статусу продаж. немножко визуалный стиль. сделаем эти зеленые. более темные. Можно было выражено. Хотя лучше наверное поменять местами потому что чтобы соответственно берем заголовки оси. Метки оси оставим. Тоже границы заголовки оси. Тут в легенде тоже можно будет заголовка. Все. Данная графика у нас готов. сейчас нам необходимо будет добавить в отчет график. Давайте его переменуем. Это у нас перспективный стран. Так мы их добавим и добавим компетенацию. можно тоже переновать у нас заказчики и берем в отчет страницу для заказчика. перспективный элементы перспективный стран добавляем. Также информацию заказчиков на странах категории и таблицы. также нам понадобятся фильтры. Объединенный фильтр сюда. Объединенный фильтр сюда. Первым у нас будет фильтр категории товара. здесь у нас будет фильтр по стороне заказчика. В принципе у нас данные все готовы. Можно немного визуально редактировать, брать колонки. Нам не нужно добавить текстовое поле святое необходимое. Немного продуктивного визуально сделаем. видим, что метки немного перевернулись. Так хотим. Метки давайте делаем параллельными, чтобы более читаемые были. настроим связь фильтра, чтобы этот фильтр влиял в следующем образом, чтобы первый фильтр влиял на сторону заказчиков и на таблицу, и фильтр заказчиков влиял только на таблицу. Публикуем. Первый вопрос. Какие заказчики наиболее прибылины в товарной категории женской обуви в США? То есть выбираем женскую обувь и США и видим, что сортируем по прибыли. Магазин углу, все для вас. Он наиболее прибыльный в категории женской обувь и товарной категории США. Выбираем фильтры. Затем, какие 20% заказ приносят 80% прибыли компании Бразилии? То есть все категории и компании Бразилии. 80% прибыли не приносит 20% заказчиков никто не приносит. Если у нас всего 9 заказчиков, ну, давайте предположим, что 20% заказчиков это 2, в лучшем случае они приносят 60% прибыли, соответственно, на этот вопрос никакая компания не приносит нам прибыль. И последний вопрос, какие страны наиболее перспективны? Если можно так рассчитать, то у нас перспективные страны это Дания и Португалия, потому что у них продажи по сравнению с прошлым годом выросли, и имеет смысл рассматривать эти страны как перспективные. В принципе, на блок заказчики мы вопросы ответили, эти блоки были самые популярные, самые обширные. какие-то вопросы? Давайте. Я немного отойду в воду на пол. Так, по вопросам. Но пока у нас довольно, мне кажется, подробно все отвечается в чате, поэтому я даже не знаю. что бы такое выделить, чтобы подробнее об этом поговорить. Ну, там был интересный вопрос про если кроссфильтрация, можно ли ее настраивать, чтобы не каждый элемент фильтрует все, а более гибко. Вот, вопрос мне понравился. Ну, собственно, как раз на последней странице, когда Алексей разрабатывал связи, то он как раз выбирал, значит, на что будет у нас влиять выбор в одном компоненте, на какие другие компоненты он будет влиять. Вот, делается это при помощи явного указания стрелочек, и как бы получается схема, когда видно сразу, какие компоненты на какие другие компоненты влияют. У нас сегодня, наверное, не будет времени более детально погружаться в особенности, вот, но есть возможность модификации этого выражения, то есть делать какие-то более сложные вещи можно. Выбор, значит, в одном элементе будет не напрямую, а будет происходить некая трансформация этого фильтрующего выражения, и потом оно будет применяться. Также у нас есть возможность делать не фильтрацию, так называемое выделение, то есть, например, у нас есть список стран, да, и есть гистограммка, например, с данными по этим странам, и вместо того, чтобы отфильтровать и оставить один столбик, мы можем на гистограмме выделить просто тот столбик, который будет соответствовать выбранной где-то в комбо-боксе стране. Да, спасибо. Знаете, какой момент, мне кажется, мы немножко так упустили из рассказа, или не очень глубоко осветили, а хотелось бы, чтобы у наших сегодняшних слушателей осталось представление о том, какие у нас выдвигаются системные требования, нужно ли какое-то дополнительное ПО, и вообще сколько времени требуется от момента приобретения условно говоря лицензии, установки и начала работы с системой, да, какие нужны, я не знаю, серверы, сколько их нужно, да, и так далее, и тому подобное. Вот на этом можете немножко выделить время и рассказать? Да, значит, решение, которое мы демонстрируем сегодня, как вы видите, никаких дополнительных, значит, не требовалось для начала работы, то есть не надо настраивать какие-то там базы данных, откуда мы берем информацию, ну, поскольку у нас в данном случае простой формат, вот, и в принципе мы строим решение с нуля, то есть вот как у нас по тех заданиям были, значит, исходные файлы с информацией, вот на них мы как бы все и строим. Значит, пока у нас вот этот продукт, который посвящен BI-части, он у нас односерверный, то есть кластерных версий именно для разработки отчетов в публикации нету, но есть возможность значит, балансирования нагрузки на несколько серверов на готовые публикации. В среднем рекомендации такие, что один пользователь на одно ядро, то есть если вы хотите, чтобы у вас было 50 пользователей, работающих параллельно просматривающих отчеты, вам нужно либо один сервер с 50 ядрами, причем здесь речь идет именно о физических ядрах, а не гипертрейдинг, вот, и либо это может быть два сервера, соответственно, где-то по 25 ядер на каждом из серверов. Сервер у нас пока работает только под операционной системой Windows, вот, сейчас идет разработка Linux-версии продукта, но пока мы не можем дать оценок, когда эта версия будет доступна. Помимо этого у компании есть другой продукт, но там BI-часть только разрабатывается, но он первоначально кластерный, и он первоначально ориентирован на Linux-подобные системы, вот, но опять же, пока мы не можем прогнозировать, когда там появится BI-часть, ну, мы бы хотели в самых, как бы, таких наших оптим... оптимистических планах, мы видим, что где-то к концу года у нас, возможно, появится первая версия. Отлично, у меня возник вопрос, правильно ли я понимаю, то, что когда мы забираем данные из источников, вот их нужно на сервер положить, вот как вот они хранятся, нужно ли там постгресс положить, или что? в сервере настраивается DBC-подключение, сама база данных может быть как и на этой машине, так и на другой, зависит от того, как, значит, клиент это делает, вот, заказчик. Для нас просто главное, чтобы был настроен DBC-источник, это настраивается в средствах операционной системы Windows, там создается либо пользовательский, либо системный источник DBC, и дальше уже сервер полианалиста может оттуда забирать данные. Также был вопрос, можно ли забирать данные по интернету? Да, можно, есть специальный узел, источник интернет, который может, соответственно, обращаться к каким-то ресурсам сети интернет, забирать данные оттуда. Можно забирать данные из проприетарных каких-то систем, но для этого, скорее всего, понадобится написать адаптер, проще всего, наверное, это будет сделать на языке Python, и у нас есть специальный узел, который, так называется, Python, позволяет выполнять скрипты на этом языке, вот, и он может выступать в качестве узла, который будет, собственно, куда-то подключаться и забирать данные по каким-то, значит, другим протоколам. Спасибо. И, наверное, задам все-таки вопрос, мне кажется, будет, что рассказать. Дмитрий Г. задает вопрос, нет ли у вас в команде кого-нибудь, кто знаком с сет-анализом клика, и Александр отвечает, что вот именно с сет-анализом клика знакомых сотрудников нету, но я точно помню, что в рамках BI-круга Громова у нас был такой критерий, как аналог сет-анализа, и поле аналиста действительно было что-то такое подобное. Можете рассказать об этом немножко? Я сейчас боюсь просто в терминах быть немножко некорректным. Мне надо некоторое время ознакомиться все-таки, что такое сет-анализ в клике, чтобы корректно ответить на этот вопрос. Боюсь, что прямо сегодня в поле презентации мне не получится это сделать. Хорошо, поняла. тогда, я думаю, можем продолжить. Перейдем к следующему блоку. Четвертый вопрос звучит следующим образом. Какие из менеджеров стокгольмского офиса дают компании наибольший объем продаж? Пятый вопрос. Есть ли менеджеры, которые достигают большого объема продаж заключены за счет высоких скидок? Если почитать дальше шестой и восьмой вопрос, можно понять, что это можно решить с помощью одного графика? Сейчас вопрос, какая средняя скидка продажи менеджеров из Парижа? И восьмой вопрос, какие конкретно товары продал Эрик Пресли по какой цене и с какой скидкой? Настройки нам очень сильно не понадобятся, как в прошлых узлах. Сперва нам понадобятся производные колонки. Здесь я просто объединю фамилию и имя. приводит значение строку тип. Проверю синтексис, все у нас нормально работает. Выполняем. Детям сделаем агрегирование. Мы сейчас будем подсчитывать, сколько в процентном соотношении занимает скидка от общих продаж. Ключ агрегации у нас будет ID работника. И ключ будет фамилия и имя работника. Агрегирование колонки у нас будет для всех колонок. Алексей, прости, пожалуйста, можно я тебя прерву? В принципе, наверное, тебе уже удалось продемонстрировать общий функционал и принципы построения того решения, которое обсуждалось техническим заданием. Может быть, мы сейчас еще поотвечаем на вопросы и обсудим задачи, например, по внедрению. А оставшиеся части будет, может быть, у нас возможность показать уже в выполненном варианте? в выполненном варианте. Надо проверить, остались ли у меня данные. но в целом я тоже согласна, мне кажется, основной функционал продемонстрирован и я думаю, пользователи в принципе поняли, как происходит настройка, связка. И, наверное, даже на слово поверят, что оставшиеся задачи в большей степени выполнимы с помощью нашей системы. давайте я посмотрю на стороннем сервере. Ну, пока можете задавать вопросы, отвечать на вопросы соответственно. Ну, так вот, из чатов и из блока вопросов вроде все более-менее отвечены, у нас вопросов неотвеченных не осталось, поэтому, в принципе, я думаю, Дмитрий, можете рассказать как-то поподробнее про внедрение, вот эти вот все вещи, чтобы у людей тоже сложилось какое-то понимание. Ну, по большому счету здесь можно сказать то, что система, опять-таки, повторюсь, клиент-серверная, то есть сервер является обыкновенным приложением операционной системы, разворачивается на физическом сервере заказчика и доступ к нему соответственно обеспечивается через тонкий клиент, то есть через протокол HTTPS, защищенные протоколы, без необходимости установки какого-то дополнительного ПО у пользователей, у пользователей, как работающих в аналитическом клиенте, у пользователей, работающих в редакторе отчетов, ну, и, разумеется, у пользователей, которые работают непосредственно с самими отчетами. Доступ к источникам данных Алексей тоже продемонстрировал, осуществляется через доступные узлы полеанализ, например, доступ к базам данным осуществляется через интерфейс ODBC OLEDDB, который настраивается в самой системе. Также возможна интеграция системы через интерфейс REST API, то есть через интерфейс прикладного программирования. Саша, Алексей, если, может быть, что-нибудь добавишь вопрос интеграции? Ну, спрашивали про мобильную версию, вот, поскольку у нас клиенты все это просто страничка в браузере, то, соответственно, можно попробовать работать с любых мобильных устройств. Вот, единственное, что с планшета, наверное, еще как-то работать в аналитическом клиенте и в редакторе отчетов будет можно конструировать отчеты, вот, но с мобильного телефона это будет уже сделать достаточно проблематично. Если мы хотим сделать, чтобы у нас отчет вот только на просмотр в мобильном, значит, с мобильного устройства хорошо просматривался, для этого его нужно специальным образом подготавливать. Ну, такие же вещи как бы обычно делаются и в других системах, в Табло, например, в Клике, насколько я знаю, там выбирается тоже, что нам нужна еще дополнительная версия для мобильных устройств, вот, и там уже, исходя из того, что экранного пространства будет меньше, оно будет по-другому, значит, расположено, по-другому формируется список компонент для отображения, вот, у нас, к сожалению, это делается отдельным отчетом, отдельной, как бы, публикацией, вот, переключения режимов пока между простой мобильной версией нету, но у нас есть, например, версия, демо-версия отчета, сейчас я чуть попозже ссылочку скину, чтобы можно было посмотреть, и вы можете его попробовать открыть как с мобильного устройства, так и с обычного компьютера, и в зависимости от этого будет различное отображение элементов, как пример, что мы это делать можем. Так, вот, я отправил дина-собачка-мегапютер.ру, это один из наших демо-проектов таких существующих. Вот, еще был интересный вопрос про есть ли какие-то сообщества пользователей полеаналистов. У нас есть одно как бы сообщество, где очень много представителей различных университетов, вот, там есть представители Томского, Вятского, Высшей школы экономики, еще ряда других университетов. Вот, что касается реальных пользователей, то очень часто просто круг решаемых ими задач, он подразумевает доступ к неким служебным или другим данным, и как бы обмениваться ими с другими клиентами, они пока большого смысла не видят, а в некоторых случаях просто не имеют такой возможности из-за действующих ограничений в компании. Вот, но у нас есть техподдержка, она работает 8 часов 5 дней в неделю, вот, в рабочие часы по московскому времени с 10 до 18 вечера. Вот, обычно мы отвечаем и в другое время, но вот в это время мы гарантированно как бы в рабочие дни на связи и отвечаем. Вот, и многие заказчики, которые заключают с нами договор на техподдержку, у нас есть с ними, значит, отдельные чаты, где уже, поскольку мы с ними подписываем NDA, мы уже можем непосредственно проговаривать более какие-то сложные аспекты, уже относящиеся в том числе и к их каким-то данным, значит, которые не для открытого использования. Спасибо. Еще, наверное, знаете, что хотелось бы, чтобы вы осветили в рамках вопроса внедрения, опять-таки, какая необходима будет команда для внедрения вашего продукта, то есть, с какими компетенциями должны быть разработчики, сколько нужно аналитиков в вашем представлении, не считая руководителей, с обеих сторон, понятно, больше, конечно, хочется понять по компетенции и по примерному количеству, условно говоря, единиц человека, единиц. Ну, крайне рекомендован выделенный администратор на сервер, ну, понятно, что он большую часть времени, как бы, если сервер работает корректно, ему ничего делать не придется, вот, да, но иногда это надо настроить дополнительные DBC-источники, обычные пользователи такое не умеют делать в специальном стиле, настроить почту, настроить сертификат, чтобы там не было, ну, SSL-сертификат на сервере, да, то есть это обычный классический системный администратор, который знаком с правами пользователей Aspective Директори в операционной системе Windows, вот, ну, знает, как работают сети, знает там базовые протоколы, как настроить почту, как настроить веб-сервер, ну, вот, примерно такой один специалист нужен, вот, а что касается, значит, остальных, то, в принципе, здесь мы проводим обучение, и здесь, ну, наверное, имеет смысл удержать одного или двух аналитиков, которые будут делать и сам анализ, и, собственно, строить какие-то отчеты. Наверное, если мы делаем отчеты для широкого использования, я бы, наверное, посоветовал еще иметь дизайнера в команде, вот, либо это может кто-то совмещать для правильного подбора шрифтов, палитр, который может дать рекомендации по удобству использования данного отчета, может быть, там какие-то диаграммки имеют смысл, компоненты поменять местами, может быть, что-то, вот, ну, и, не знаю, если бизнес-аналитик, я думаю, тоже лишним бы в команде не будет, но это, как бы, тоже не обязательно фулл-тайм специалист, да, но который должен подсказать, как сделать веб-отчет таким образом, чтобы он решал реальные бизнес-задачи, которые возникают у пользователей, ну, вот, я вижу как-то примерно такую команду. Спасибо большое за подробный ответ. Так, тут появилось несколько вопросов у нас, я вам их зачитаю. Дмитрий Г. задает два вопроса. Первый, есть ли понятие публикации решения и разработки и обмен между ними? У нас есть три таких базовых понятия. Первый это проект, куда вот мы грузим данные, это в изуальный скрипт, который сегодня Алексей демонстрировал. Это понятие отчет, в одном проекте может находиться несколько отчетов, они могут быть совершенно разные, состоять из разных компонентов, и есть еще понятие публикации, то есть у одного отчета может быть несколько публикаций, их можно сохранить. Ну, например, мы можем сделать публикацию по данным за май этого года, да, и через месяц сделать публикацию за июнь этого года, при этом визуальная часть как бы остается той же, меняются просто данные, на которых этот отчет был построен. Вот такое понятие публикации у нас есть, и можно, соответственно, эти публикации экспортировать в формат PDF, например, либо можно их, значит, запоминать, сохранять для того, чтобы потом можно было к ним обращаться. Ну, тогда при открытии отчета там нужно будет выбирать конкретную публикацию. Поняла. Второй вопрос от ваших слушателей. Есть ли структура дерева для организации больших проектов и совместной работы с ним? На визуальном скрипте у нас есть возможность группировки узлов, и есть возможность... Алексей, можешь расшарить снова экран и показать, у нас там есть в натическом клиенте вариант Project 3, когда можно группировать по группировке узлов, и тогда у нас будет... Вот у нас тут есть, например, импорт и объединение, и мы можем вот слева выбрать иконку, которая совсем слева, ниже самая... Да, вот это Project 3, вот, здесь можно выбрать вариант отображения в виде дерева. А вот наверху, где список, да, вот, выбрать дерево, и вот мы видим, что узлы, которые у нас в импорте объединения, они находятся как бы в отдельной такой группе, если бы там была еще группа в группе, да, то можно строить такие древовидные структуры. Так, как раз мы пока мы в источниках, у Алексея Мещерякова есть вопрос, а есть ли возможность по расписанию забирать данные из файлов Excel, XML, которые будут добавляться в файловый ресурс? Да, у нас есть отдельное приложение, называется планировщик, оно позволяет настраивать расписание, значит, либо мы можем какие-то действия делать при старте сервера, либо мы можем настроить расписание, ну, например, забирать данные там в 3 часа ночи и готовить отчет там к 7 или к 8 утра, когда, собственно, наши менеджеры выйдут и начнут работать с новыми данными за прошлый день. По поводу коннектора к 1С, мы планируем присоединяться к 1С через либо узел Python и используя в 1С есть REST API, вот, мы сейчас как раз данный вопрос прорабатываем, вот, вроде бы еще, вот здесь я не совсем уверен, вроде бы существовали какие-то DBC драйверы для подключения к 1С и для забора данных, но здесь я могу ошибаться, их я не нашел. Сейчас мы разрабатываем решение на базе REST, который предоставляет, REST API, который предоставляет 1С, подключаться и забирать у них данные. У этого же пользователя, которому вы ответили про коннекторы, еще было два вопроса, у Василия Кашварова. Есть ли облачная версия? Мы можем развернуть в облаке наш продукт, вот, но при этом, поскольку он у нас сейчас под операционную систему Windows сервер предназначен, то в облаках обычно сервера Windows, они достаточно дорогие, то есть там придется, ну, не получится, как software as a service, наверное, вот, придется, как платформу as a service покупать, то есть купить в облаке виртуальную машину Windows и уже на нее поставить наш продукт. Такое возможно, мы такое пробовали, вот, оно, в принципе, работает. Взаимное влияние виджетов в этом же вопросе есть, я как бы не совсем, наверное, понимаю вопрос, но если речь о том, что в отчете выбрать что-то на одном графике, это повлияет на другой, да, такое мы будем. Да, я думаю, что об этом, собственно, и есть. Вопрос. Так, и Гайнулин РМ просит продемонстрировать отображение списка регламентных отчетов. Здесь мне не совсем понятен термин регламентные отчеты, а я бы просил... Мне кажется, что это, наверное, примерно то же самое, о чем спрашивает сразу же после него Капустин Валерий. Каким образом клиент видит список доступных ему отчетов? Ну, это публикации, здесь надо, значит, есть два варианта пользователей, мы не успели до конца это все продемонстрировать, ну, роли. Первый это пользователь собственной системы, который в ней зарегистрирован, и который имеет доступ только к тем данным и к тем отчетам, на которые ему доступ предоставлен. В этом случае у него будет доступно... Алексей, можешь там в списке доступных приложений выбрать... да-да-да-да, там же где-то был... Нет, там же выше, мои приложения, и там есть публикации. И здесь будет, собственно, отображен список публикаций, которые... ну, вот они тоже в таком древовидном виде их можно организовать. Вот, если зайти в круг громовый отчет, там будет пойти... Ну, по умолчанию открывается последнее, но там должен быть еще список из публикаций, которые будут доступны. Вот, а второй вариант пользователей это гостевой пользователь, и вот то, что я там в общий чат скидывал ссылку на DinoMegaputer.ru значит, ну, как вы видите, вам там не приходилось авторизоваться, это так называемый гостевой доступ, то есть, если сервер полианалиста смотрит в интернет, он специальным образом для этого настроен, там прописан сэнсертификат, у него есть там DNS имя, вот, тогда можно этими отчетами делиться, и любой пользователь по ссылке сможет, значит, этот отчет открыть и посмотреть. Вот, ну, кстати, на отчете Dino там можно на карте выбирать отдельные области республики, и, соответственно, будет все остальное тоже обновляться. Спасибо. Там в чате Виктория добавила ссылку на наш сайт DataFinder, и как раз вспоминала о том, что это информация для слушателей, что мы как раз работаем над разработкой курса полианалист, понятное дело, что система такая, она очень функционально наполненная, да, и, соответственно, чтобы понимать, где, как, что, с чем связывается, настраивается, прорабатывается, дорабатывается, да, для того, чтобы каждый смог настроить тот функционал дашборда, который требуется именно там его отделу, его службе, его компании, в конце концов, да, всему этому, собственно, можно научиться у нас. Я думаю, что можно, наверное, подводить итоги встречи, да. Напоследок, у нас, пока мы отвечали на вопросы, Алексей, я немного доработал, да, доработал отчет, и, значит, есть ссылочка, по которой этот отчет доступен. Вот, можно ее, эту ссылочку, открыть, и можно поиграться с... Ну, я могу немного продемонстрировать, то есть, я вот специально окно информации открыл, чтобы... А я думаю, у нас уже время, как бы, примерно закончилось, наверное, может быть, оставить какой-то контакт для связи, чтобы, если потом появятся вопросы, чтобы можно было связаться. конечно, было бы неплохо. Да, вот, ну, я думаю, что можно через компанию BI Consult с нами связываться, также я чуть выше скидывал электронную почту Дмитрия Гольцова, который сегодня демонстрировал. Я бы также указал сейчас свою электронную почту, поэтому, если какие-то вопросы или запрос того же самой доступной триал версии полеаналиста потребуется, вы можете писать мне напрямую и связываться. Никого не оставим неотвеченным. Коллеги говорят, что первая ссылка на отчет, которая у нас только во внутреннем контуре доступна, там вот ниже исправленная версия, вроде снаружи тоже должно работать. Да, работает, проверили. Открывается. Спасибо. Коллеги, благодарю всех за участие в сегодняшнем вебинаре, то есть, в первую очередь, компанию Полеанализ за то, что показали, решили наш кейс в режиме онлайн и довольно-таки быстро вы смогли разобраться, подключить все источники в том первоначальном виде, в котором они были. И это, честно скажу, на перспективу здорово, потому что не все смогли с этим справиться, которые будут у нас в дальнейшем в системе. Вопрос снова появился. Касаемо стоимости лицензирования. Если это не является коммерческой тайной, то можно проконсультировать. Да, система лицензирования у нас сложная, скажем так, сложная в том смысле, что она состоит из нескольких модулей и компонентов, которые необходимо выбрать. Но основные лицензионные метрики две. Это производительность, которая будет доступна Полеаналисту у физического сервера, где он будет расположен, который, этот параметр выражается в количестве доступных ядер сервера, логических ядер, и также по количеству пользовательских лицензий, пользовательских лицензий для аналитического клиента, для конструктора и для конструктора отчетов. Если необходимо, допустим, предоставить какое-то коммерческое предложение, то об этом тоже лучше написать мне на почту. Я направлю свою очередь конфигуратор лицензии, выбрав необходимые параметры, по которому... в котором, выбрав необходимые параметры, можно составить конфигурацию и, соответственно, получить какое-то предложение по стоимости той конфигурации, которая необходима. В начале встречи пользователь Сергей и задавал вопрос, а какой минимальный пакет для лицензирования? Наверное, по поводу минимального пакета, в качестве минимального пакета стоит рассматривать однопользовательскую десктоп-лицензию, то есть это однопользовательская версия, в которой предусмотрен все модули, полный функционал, доступный в системе. Это и модули для ETL, модули для интеллектуального анализа данных, для обучения моделей, для машинного обучения, для текстового анализа и для построения отчетности. Все это будет включено, но доступно только для одного пользователя с установкой на один компьютер. Спасибо. Вот, ну, такая версия, по идее, позволит делать публикации отчетов в PDF по расписанию и рассылку их по электронной почте. И, насколько я понимаю, такие возможности в этой версии будут. Отлично. Да, не знаю, тогда, наверное, можно потихоньку закругляться. Дмитрий, Алексей, Александр со своей стороны тоже огромное спасибо за сегодняшнюю встречу. Спасибо вам большое за организацию, за проведение. Были рады выступить в качестве пионеров в этом цикле вебинаров и рот-шоу, которое подготовила ваша организация. Спасибо всем, кто пришел на этот вебинар. Спасибо за интересные вопросы. И благодаря вам мы будем понимать, какие функциональные вещи более востребованы и делать их в нашем продукте в первую очередь. Поддерживаю. Спасибо слушателям за активную деятельность, скажем так, что задавали вопросы и интересовались нашим сегодняшним мероприятием. Всем спасибо. Хорошего дня. Всем спасибо. До свидания. До свидания. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнали Симон.